Привет, мои подписчики, это Ильдар. И вновь в этом ролике я подниму актуальную тему для начинающих видеоблогеров. Если вы недавно создали свой канал на YouTube, если вы только-только начинаете свой путь видеоблогера, то у вас наверняка есть такая проблема, как мало просмотров и мало подписчиков. И в этом видео я постараюсь вам помочь. Я хочу поделиться своим взглядом и видением того, как вы можете за очень короткий срок набрать первую тысячу подписчиков. То есть это ваша первая живая активная аудитория. Именно речь пойдет о том, как это сделать без денег, либо с вообще самыми минимальными вложениями. В идеале это можно сделать за один месяц. То есть можете прям поставить себе такую задачу, если у вас нет денег, если у вас есть только какая-то простая камера, либо вы даже записываете видео со смартфона или с веб-камеры. Но в принципе вы делаете хороший контент, вы за первый месяц сможете набрать вашу первую тысячу подписчиков. Для чего нужна первая тысяча подписчиков, я думаю, не буду объяснять. Это просто та аудитория, которая вас будет смотреть, будет давать вам лайки, комментарии, первую обратную связь и таким образом ваше видео будет набирать популярность, когда уже есть вот это первая тысяча. Их набрать сложнее всего. Так вот, как это сделать? Во-первых, вам нужно настроиться на то, что вам в первый месяц нужно записать как минимум 8 видеороликов. 8 это если 2 видео в неделю и 10 если немного чаще, если месяц длиннее, чем обычный. В общем, от 8 до 10 видеороликов вам нужно записать. Первый момент. Второй момент. Вам нужно настроиться на то, что в первый месяц вам нужно максимально громко пошуметь в своей нише. То есть неважно какая у вас ниша. Это, допустим, вы тренер по продажам, записываете видеоролики, как увеличить продажи в бизнесе. Либо у вас детский канал, либо у вас канал автомобильный. Вам нужно максимально пошуметь в своей нише. Что это значит? Это значит найти самое популярное сообщество во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, с открытой стеной. И предложить свой видеоролик в качестве контента для их паблика. То есть есть такая версия во ВКонтакте, как предложенная новость. Вот вы можете списаться с администратором и предложить новость. То есть свой видеоролик качественный, в котором нет рекламы, в котором вы ничего не продаете, в котором есть только контент. Вы предлагаете этот видеоролик в качестве того, чтобы человек, администратор данной группы, разместил этот видеоролик. Вы можете подумать, что это старый метод, что он особо не работает. Но практика показывает, что это до сих пор актуально. В 2017 году это до сих пор работает. У меня вот есть товарищ Вячеслав Буленков. Он с помощью этого метода как раз набирал свои первые 10-20 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч просмотров. Он просто не поленился, он просто пошел по многочисленным пабликам во ВКонтакте и стал писать администраторам групп бизнес-тематики. У него были первые ролики, связанные там около бизнеса, бизнес-идеи. Стал писать, здравствуйте, я такой-то, такой-то, я делаю хороший, качественный контент в сфере бизнес-идей. Можете ли вы опубликовать мое видео в своем паблике? Я могу в описании упомянуть ссылку, сделать на ваш паблик в качестве информационного спонсора, спонсора поддержки. То есть вам всего лишь нужно будет в описании, ну это в зависимости от того, как вы договоритесь, вы в описании всего лишь упоминаете о паблике, который вас поддержал. И это будет как бы взаимная благодарность. Вам не обязательно говорить голосом в самом видеоролике, спасибо за поддержку паблику, веселый молочник или еще что-то. Но если вы в описании просто укажете ссылку на паблик, это уже будет хорошо. И получается, если несколько пабликов, если несколько групп ВКонтакте, в Одноклассник, в Фейсбуке вас поддержат, и вы укажете ссылки в описании на них, то тогда всем будет хорошо. Паблику будет хорошо, что он опубликовал качественное видео, аудитория довольна. Вам будет хорошо, что вас прорекламировали, вы получили просмотры, вы получили толчок вот этот необходимый для начинающего канала в плане просмотров и в плане подписчиков, которые зайдут на ваш контент, на ваш канал, если он вам, им понравится, и подпишутся. И таким образом вы ускорите процесс набора ваших первые тысячи подписчиков. Далее, что еще можно сделать? Если у вас есть старые клиенты, старые контакты, люди, с которыми вы общались, ваши друзья в Фейсбуке, в Одноклассниках, во ВКонтакте, не стоит им спамить, не стоит им писать «Срочно! Мое новое видео! Оцените, друзья! Лайки, лайки, подписки, подписки прямо сейчас!» Нет, это всех бесит, и меня это тоже больше всего бесит, когда «Ильдар, привет, ты красавчик, мне очень нравится твое видео, пожалуйста, поставь лайк, посмотри мое видео!» Нет, так делать не стоит. Но просто задумайтесь, кто из ваших друзей, с которыми вы когда-либо общались, либо просто во ВКонтакте, который есть, кому может быть интересно то, о чем вы снимаете? То есть, в любом случае, кому-то это интересно. Если это детский канал, то, возможно, интересно будет родителям каких-то детей, с которыми вы просто знакомы. И можете точечно присылать рекомендации. Точечно это значит 20-30 сообщений в день с осмысленным текстом, с персонализацией под каждого человека. То есть, это звучит немножко пафосно, но это значит о том, что вы пишете письмо, как бы для каждого человека, она чтобы немного отличалась, чтобы это не было под копирку, как бы одно и то же, вы только ими поменяли и все. Это тоже работает, потому что таким образом можно хотя бы пару сотен подписчиков привлечь. Третий вариант. Вы создаете отдельную страницу во ВКонтакте и набираете туда огромное число друзей. Вы вступаете в группу «Добавь друзья». В ВКонтакте очень много таких групп. Вы набираете этих друзей, то есть у вас появляется на вашей новой созданной странице, можно назвать ее фейковой страницей, появляется активность. И далее, в зависимости от того, допустим, у вас там 100 друзей уже набрано, в зависимости от того, какая тематика вашего канала, вы идете по пабликам и добавляетесь к людям, к живым, которым может быть интересен ваш контент, ваш канал. Я понимаю, что все, что я говорю, это немножко сложно. Это нужно поднапрячься. И время потратить, и мозги немножко напрять. Это как бы не два щелчка, волшебная кнопка. Здесь такого нет. Но сделав это все, пройдя через это, у вас уже появится опыт без цены. И вы поймете, что таким, даже таким образом можно без вложений, без особых затрат набирать аудиторию вокруг своего канала. То есть первую базовую аудиторию можно набирать. Далее, если речь идет о минимальных затратах, если вы готовы потратить немного денег, 2, 3, 5, 10 тысяч рублей, чтобы привлечь первую тысячу подписчиков, вы можете сделать следующее. Первое. Это участие в конкурсе. Вы можете стать спонсором в каком-либо конкурсе у какого-либо блогера. Допустим, довольно много есть блогеров на YouTube, которые проводят конкурсы за подписку. И спонсором выступает какой-либо канал, который предоставил приз. Допустим, там 10 спиннеров для моих подписчиков. Вот. 10 спиннеров стоит там 500 рублей, даже меньше. Если на закупе, я знаю, где за 25 рублей можно спиннер покупать. Каждый. Ну вот 10 спиннеров 500 рублей. И получается, вы представляете эти спиннеры, вы платите за пиар этого конкурса видеоблогеру. Я сознательно не буду вам давать никаких ссылок, никаких видеоблогеров. Если я дам эту информацию в паблик, она просто потеряет смысл. Ну, таких блогеров немного, но их, условно, несколько десятков точно есть. У меня, во всяком случае, они есть, эти контакты. Их там не несколько десятков, но есть люди, которые проводят конкурсы. И получается, когда вы дали эту рекламу, то есть видеоблогер пиарит ваш канал как канал спонсора и говорит, что нужно подписаться на канал. И вы, возможно, выиграете в конкурсе. То есть одно из условий конкурса, основное условие, это подписка на канал спонсора. Да, вы получите аудиторию. Это может быть от нескольких тысяч человек или от нескольких сотен до даже десяти тысяч. Эта аудитория будет немного не целевая, не особо активная. Но это будет живая аудитория на YouTube, которая подписалась на вас. Значит, им это будет хотя бы часть аудитории, это интересно. То есть такой способ тоже возможен и он работает. Последний способ, с помощью которого вы можете набрать свою аудиторию, это использование двух популярных пабликов, которые связаны с темой YouTube. Первый паблик называется «Жизнь YouTube», второй паблик «Ютубер». У обоих из этих пабликов отличная посещаемость, то есть туда ежедневно заходит масса людей. Как правило, каждую запись смотрят от нескольких десятков тысяч человек, то есть 10, 20, 30 тысяч человек, до сотни тысяч человек. Это довольно много. Так вот, у них в этих пабликах есть такой формат рекламы, который называется «Анонс». Анонс вашего видеоролика, анонс вашего канала. Если у вас интересна тема канала, если вообще сама по себе идея канала привлекает большое количество людей, то подпишется много людей. Допустим, тема канала, что вы купили какую-нибудь шестерку вас за 20 тысяч рублей, и вы ее чуть-чуть там подкрасите, улучшите и продадите за 30 тысяч рублей. И у вас такая идея канала, что вы идете к миллиону рублей чистой прибыли. То есть вы типа перепродаете машину, покупаете одну, продаете ее, покупаете новую и так далее. Вот у меня есть один просто товарищ, у которого тема такая канала, и как раз-таки у него был старт мощный просто за счет этой идеи. Поэтому идея канала сама по себе, она, конечно, очень важна. Но есть ли у вас какая-то классическая, простая идея, очередной детский канал, либо просто вы тренер по продажам, у вас основной контент это уроки, связанные с тем, как увеличить продажи, скрипты продаж и так далее. Неважно, вы все равно получите аудиторию. Вам нужно купить анонс. Анонс либо видеоролик, либо канал. Анонс выглядит как дружеская рекомендация подписаться на канал. И, как правило, это дает от нескольких сотен человек до максимум тысячи или там двух тысяч. Это прям если выдающаяся какая-то идея у вашего канала. Вот. Это работает, потому что вашу запись увидит, как я уже говорил, 10, 20, максимум 30 тысяч человек плюс-минус. Рекламную запись. Она будет подана как дружеская рекомендация от паблика подписаться на канал. В целом все эти способы, которые я вам перечислил, они работают. Все, что вам нужно сделать, это просто настроиться на то, чтобы вы в первый месяц мощно сортанули, набрали вашу первую тысячу подписчиков и у вас все получится. Естественно, если у вас есть бюджет, вам это сделать легче. Но если у вас нет бюджета, вы тоже с этим справитесь. Просто делайте качественный контент, постоянно выкладывайте видео. В первый месяц, я говорю, обязательно надо 8 видеороликов сделать, как минимум. Лучше 10 или побольше. Каждый из этих видео должно быть качественным. В каждом из этих роликов должен быть призыв, что друзья, пишите ваши вопросы, подписывайтесь на канал, проявляйте активность и тогда у вас все получится. На этом все. Спасибо, что посмотрели до конца. Пишите ваши комментарии, проявляйте активность. Пока.